Продолжается уборочная кампания в Каннском районе. Лидерство по сбору урожая до сих пор удерживают два хозяйства – Арифьевское и Тайнинское. На сегодняшний день они уже выполнили свыше 55% работы от общего плана. Ударными темпами идет уборка пшеницы и на полях Каннской сортоиспытательной станции. А вот к сбору такой непростой для нашего региона культуре, как кукуруза, здесь приступили только накануне. Кукуруза – культура довольно теплолюбивая. И понятно, что нашего короткого вегетационного периода, по большому счету, не хватает. И вот мы стараемся, чтобы максимальное количество солнечных дней, максимальное количество тепла она в себя вобрала и все это трансформировала в плоды непосредственно. Поэтому мы дожидаемся первых легких заморозков и приступаем к уборке. Заморозки у нас были в субботу. За минувшие сутки сортоиспытательной станции удалось собрать свыше 50 гектаров кукурузы. Предстоит убрать еще 800. Для этого хозяйство задействовало два комбайна. В запасе еще столько же. Завершить все работы здесь планируют в течение 20 дней. Интересно, что во всем Красноярском крае кукурузных полей порядка 16 тысяч гектаров. Такой вид сельского хозяйства, как выращивание кукурузы, получил свое широкое распространение в Каннском районе относительно недавно. На корм животным уходит порядка 4 тысяч гектар таких полей. Интересно, что комбайн совершает около сотни ходок в день, чтобы наполнить 80 раз одну машину. Выращивание кукурузы в районе занялись три года назад. Тогда площадь таких полей составляла лишь 200 гектаров. Сегодня эта цифра увеличилась в 20 раз. И хозяйство осваивает новую технологию возделывания данной культуры, получая при этом початки в высшей спелости. Значит, кормовая ценность при обычной технологии составляет 0,14 кормовых единиц. При данной технологии она возрастает, питательность корма до 0,28 по прошлому году. В этом году после заготовки, конечно, это будет исследовано в лаборатории. И потом уже будем ориентироваться для составления рациона. Уборка зерновых также идет полным ходом. Агрономы отмечают, что в этом году программа по сборке пшеницы выполняется гораздо быстрее, чем в прошлом, опережая былой показатель в разы. Этому поспособствовала благоприятная погода. Зерно перерабатывается без сушки, что значительно сокращает потери урожая и денежные затраты на производство семян. У нас вот этой пшеницы порядка 300 гектар, алтайской 70-й. Но сейчас мы в основном убираем семянные участки, потому что стоит погода хорошая. Влажность зерна является благоприятной, оптимальной для того, чтобы подготовить семена. Каннская сортоиспытательная станция обмолола свыше 4000 гектар зерновых культур, что составляет 54% от общего плана. ЗАО «Большурицкая» в свою очередь обработала 50% пшеницы. Чуть более 40% урожая собрали в Красном Маяке и Новотаежном. Также продолжаются работы в СПК «Георгиевский» и в обществе с ограниченной ответственностью «Победа». Здесь выполнены работы на 25 и 11% соответственно. Общий показатель по выполнению планов всего Каннского района пока достигает 42%.